Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС «Культурный максимум». Я, Алексей Кудинов. В этом выпуске мы продолжаем открывать главные музеи нашего региона. Напомню, 1 июля начал работу с посетителями художественной. Теперь же к нему присоединились музей города Новосибирска и Краеведческий. Мы в музее природы. Это филиал Краеведческого. Во время вынужденного простоя здесь кипела работа. И два самых знаменитых экспоната. Мамонты Матильда и Самсон. Справили новоселье. Матильда, напомню, одна из главных реликвий этого музея. Скелет самки Мамонта был найден в середине прошлого века. И несколько десятилетий этот экспонат был одним из символов Краеведческого. А жениха ей удалось подобрать совсем недавно. Его нашли в Чановском районе в 2011 году. И вот скелет самца Мамонта пополнил музейную коллекцию. Теперь у нас в музее находятся два лучших в мире скелета Мамонта. Скелет самки, которую зовут Матильда. И самый большой, самой лучшей сохранности в мире скелет самца Мамонта, которого мы назвали самцом. Вот в этом новом зале мы их объединили. А также построили экспозицию, которая рассказывает вообще о жизни Мамонтов. О том, как находят Мамонтов в современных условиях. И, собственно, о том, какую роль в современной экологии играют вымершие животные. На этикетках к экспонатам, кстати, никаких имен нет. Тут все академично. Латынь, данные радиоуглеродного анализа. В мирской жизни Матильда с Самсоном никогда не встречались. Разница в возрасте скелетов тысячи лет. Но люди не только воссоздали Мамонтов из кучи найденных костей, но и добавили чуток романтики в историю этих экспонатов. Кстати, в Мамонтятнике представлена лишь малая часть того, что хранится в музее по этой теме. Ну, видите, многие предметы, они достаточно однотипны. Ну, я не знаю, было бы людям интересно, если бы мы выложили там 140 зубов Мамонта. Наверное, нет. Поэтому мы ограничились. Десятка. Все не выложишь. Дело в том, что зубы сохраняются лучше, чем другие кости. Вот такое его свойство. Вот удивительно, да? Когда живо животное, зубы разрушаются достаточно быстро. После смерти сохраняются лучше остальных костей. Поэтому и находки зубов, они чаще, чем какие-то другие находки. И смена, вот, условно говоря, как у нас молочные коренные, у Мамонтов. Да, у нас только молочные и коренные, то есть два раза новые зубы вырастают у человека. У Мамонтов, как и у современных слонов, шесть раз в течение жизни все это происходило. В музее природы мы побывали в первый час после открытия. Кроме журналистов, посетителей не было. Но там людей ждут. Приходить нужно в масках. Лучше к началу часа. Время пребывания в залах сейчас ограничено. Под каждую группу выделяется свой временной слот. После все проветривают, дезинфицируют. Все то же самое, верно, и для главного корпуса краеведческого. Собственно, без выполнения этих условий музеям не разрешили бы открыться. На самом деле, у нас очень большие залы. И в первом этаже у нас не было никаких проблем. У нас спокойный проход по навигации через все залы и выход в конце экспозиции. Выход на улицу. Это очень удобно. Здесь не было никаких проблем. А гораздо хуже оказалось с цокольным этажом. Потому что там есть интересная экспозиция. Мы достаточно легко сделали кольцевой проход. Но все равно нам приходится выводить людей не по тому же входу. То есть в одном месте потоки пересекаются. Там мы сделали специальную такую зону ожидания. Как пропустить встречный транспорт. И выводим их просто по другой лестнице. В этом здании пока не открыты залы на втором этаже. Где размещается не постоянная экспозиция об истории нашего края. А временной выставки. Там сложнее продумать навигацию. На это уйдет еще около недели. Сколько времени потребуется на то, чтобы залы вновь наполнились посетителями. И продажи билетов вернулись на докоронавирусный уровень. Гадать трудно. Но вряд ли это произойдет в 2020 году. Сейчас в музеях нельзя устраивать масштабные открытия экспозиции с фуршетами. Играть в спектакли. Делать перформансы. Или вести экскурсии для больших групп. Но и люди соскучились по возможности сходить на выставку. И посетителей в залах есть. Хоть и немного. Я из города Братска. Я сам работаю в музее. И здесь нахожусь в командировке. В историческом парке. А так как я работаю там с 12 часов. Я решил посетить другие музеи. В том числе узнав о том, что кривический музей начинает работать в нынешний день. Я сразу же стремился сюда. У вас здесь в Новосибирске к коронавирусу относится несколько более правильно, нежели у нас. Потому что как минимум я здесь нахожусь в маске. А заставить кого-то, например, в том самом городе Братске ходить в маске весьма и весьма сложно. Краевический пока открыл лишь часть своих филиалов. Ждут посетителей в Сузуне. А вот музей Олимпийской славы, связи и городская усадьба Новониколаевска еще не работает. Это музей Новосибирска. Здание на улице Обской. Здесь также выполнили все требования, чтобы начать работу с посетителями. Здесь открылась новая выставка, на которой мы побывали. Экспозиция называется «Кушать подано». Застольный этикет, традиции, особенности русского чаепития и сервировки стола в одном зале музея раскрывают сразу несколько тем. Выставка должна была начать работу еще весной, но из-за пандемии открытие пришлось перенести. Правда, зрители нашего канала видели некоторые экспонаты во время телемарафона, посвященного музейной ночи. В семьях попроще, там пили чай с сахаром. Иногда в приглядку, иногда в прикуску. Сахар выглядел в форме вот такой сахарной головы. Это такой сахарный столб, который еще надо было каким-то образом разделить, раскусить. Для этого существовали специальные щипцы, которыми вот так раскалывали эту сахарную голову на маленькие кусочки сахара неровной формы, которую потом ничем нельзя было взять. И только лишь вот такими щипчиками. На выставке представлены щипчики не только для сахара, но и для конфет. Раньше их делали вручную и подавали к столу без фантиков. Руками такую сладость было брать неприлично. Большая часть предметов на выставке из частной коллекции. Многие антикварные редкости. Например, вот этот набор серебряных приборов в стиле хильдесхаймская роза. Или чашка со специальной фарфоровой лентой. Гордостью многих мужчин, живших в конце 19 века, были усы, за которыми тщательно ухаживали. Подвивали их, натирали воском. Дворяне предпочитали пить чай как раз из таких специальных чашек, чтобы усы не поникли от пара и соприкосновения с горячим напитком. А вот у нас, например, есть знаменитая маленькая крошечная рюмка муха, которая появилась 300 лет назад. И, собственно, бесплатно наливалась в нее в каждом трактире. И поэтому люди, желающие на халяву выпить, они ходили по трактирам и, в конце концов, уже шатаясь, на них пальцем показывали, о, подмуха идет. Вот это, собственно, от этой рюмки все и пошло. А емкость-то у нее всего 10-12 миллилитров столовая ложка. Тема питья на Руси, конечно, овеяна множеством легенд. Выставка, кстати, не забирается куда-то вглубь веков. Здесь представлены предметы примерно с середины 19-го до первой половины 20-го века. И к процессу употребления спиртного в это время подходили так же тщательно, как к чаепитию. Это самая знаменитая ложка для абсента. Вообще, использование ложек и подслащивание абсента, насколько я могу знать, это чисто русская традиция. Во Франции пьют горькую из полыни 70 градусов абсента и не подслащивают. А вот мы, Россия, немножко другая страна, долгие зимы, хочется чем-то, в общем, себя побаловать. Итак, абсент. На чашку, где налит уже абсент, укладывается вот эта ложечка красивая. Это ложка, выполненная в технике филигрань или скань. Это конец 19-го века, она произведена в России, тоже из одной частной коллекции, привлечена сюда. Укладывается эта ложка поверх, на неё кусочек сахара. И специальный такой есть красивый прибор, можно без прибора. Нужно, главное, капать на этот сахар с тем, чтобы он становился сиропом, и капельки сиропа протекали внутрь абсента, доводя этот напиток до того, до вашего вкуса, вашего индивидуального вкуса. Здесь нельзя его разбавить, понимаете, нельзя сироп влить вот этими каплями, и ты достигаешь именно того твоего вкуса. Ни музей, ни наша программа, конечно, не пропагандируют употребление спиртных напитков. Речь здесь идёт о красоте, традиции и мастерстве тех, кто делал такие предметы. Ну и о вкусе коллекционеров, которые всё это сохраняют и используют в быту. Лично я, кстати, прогуливаясь по выставке, узнал пару десятков новых слов, о том, как применять многие из экспонатов без пояснения Ирины Хлебниковой, никогда бы не догадался. Вот это маншо-жиго, вот это ножка тоже, может, блюдо жиго, многие у нас знают, а маншо-жиго можно посмотреть из оленевого рога сделанное. Тоже вещь такая эстетичная, очень используемая как для снятия мяса с ножки, так и для поедания можно. А вот этот удивительный набор для младенца, вы знаете, как заботились, по крайней мере в дворянской среде это точно, заботились о сверхорайнем развитии ребёнка. И когда он начинал есть, ему во вторую, ничего не получалось ложкой есть, ему во вторую руку давали пушер, чтобы он мог надвигать еду. А что это такое? Это моторика пальцев, это межполушарные связи. И, конечно, развитие мозга такого ребёнка раньше происходило, он более способным и к языкам, и ко всему остальному был. Об этом заботились. Почему бы сейчас нам что-то не брать на вооружение? Отдельная тема, какие кушанья подавали к столу русских царей или на железнодорожных вокзалах уездных городов. Пудинг-дипломат, парфе земляничное, даже сыр раньше выглядел несколько иначе. Его выставляли на середину стола, все по очереди специальным ножом отрезали нужный кусочек и укладывали его не на хлеб, а себе на тарелку. Нужны ли эти сложности нам сегодня? Казалось бы, ответ очевиден – нет. Но в этом начинаешь сомневаться. Прогулявшись по выставке, кушать подано. Чем семья от семьи отличается, когда вы в гости приходите? Вот эта киевская посуда и так далее, это неинтересно. А вот если у вас есть какие-то предметы, например, сервировки, вот это от бабушки досталось, это прадед сохранил вот эту коробку для заварки, а вот это для кофе коробку, например, как это у нас в семье, или вот этот нож сырный, а ложечка от бабушки серебряная осталась, она ее, голодая, не обменяла, сохранила. Вы понимаете, уже легенда. Ваши дети это будут знать, гости уважать это будут. И вы будете особым местом, куда будет хотеться прийти, чтобы это теплое услышать. На этой неделе область получила нового министра культуры. Почти год эту должность занимал Юрий Земняков, но работал он с приставкой ИО. Новым министром стала Наталья Ярославцева. В последнее время она возглавляла Новосибирский институт мониторинга и развития образования, а также общественный совет при Минкульте региона. Наталья Ярославцева работала и министром культуры до 2013 года. И надо сказать, что в отрасли многие ждали ее возвращения на эту должность. Хотя и говорят, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Вот первый комментарий, который Наталья Васильевна дала нашему каналу сразу после того, как ее приставили в новой старой должности. Давайте скажем откровенно. Во-первых, я очень благодарна губернатору Андрею Александровичу Травникову, потому что момент возврата чиновников это исключительный случай. В данном случае я, например, не на свою даже персону накладываю степень доверия, а на то, что деятели культуры, общественности, вы, кстати, все всегда поддерживали эти годы, очень тепло отзывались о том периоде культуры, когда я была министром. И я вам всем благодарна. Я думаю, что это сработало больше всего. Скажу откровенно, хочется вернуть, во-первых, финансирование культуры для проектной деятельности, деятельности конкурсной, потому что я считаю, что одним из недостатков последних лет было то, что творческие люди, организации практически у нас не имели поддержки через Министерство культуры на реализацию своих идей. А это всегда очень обидно. Но вы же представляете, что такое творческие люди, которые не видят продукта своего труда, своего таланта. Это первое. Второе, я считаю, пусть никто не обижается, нам нужно серьезно заняться кадровой работой. Понимаете, кадры, любые управленческие кадры, их нужно готовить. Я не обещаю, и губернатор не обещает, что у нас будет. Но мы обязательно, мы так договорились, решим вопрос о том, что у нас все-таки будет вот это звено высшего образования либо укреплено в педагогическом университете, либо на базе другого творческого вуза, который сейчас в федерации проходит вот такую действительно конкурсную процедуру. Но мне хочется вернуть наши кадры к нам, потому что Кемерово, Алтай, Омск уезжают, учатся и потом там оседают. Конечно, ну хочется же вернуть былую славу культурной столице. Ну вы-то меня понимаете, как никто. Потому что, ну, мне кажется, наши фестивали, наши такие замечательные, даже вот скажем, я вспоминаю, я не знаю, помните ли вы, как мы с городом вместе замечательно, дружно сложились тогда средствами, всеми творческими силами и делали открытие, например, памятника Александру Третьему. Ну вот, понимаете, мне хочется, чтобы таких инициатив, таких вот открытых, замечательных концертов наших славных коллективов, их гастролей, их поездок было больше, и чтобы к нам, конечно, приезжали гости. Все будет зависеть от инициативы людей. Моя задача – инициативу поддержать, рассмотреть с экспертными советами. И если мы считаем, что это достойно Новосибирской области, мы обязательно будем поддерживать такие инициативы. И это все на сегодня. В следующей программе будем говорить о мире комиксов, которые несколько сложнее, чем просто подшипки журналов «Мурзилка» и истории о супергероях. Субтитры создавал DimaTorzok